да итак дорогие друзья всем привет всем привет оба что-то не устанавливается штука все всем привет начинаем 152 урок у нас то сегодня 152 занятия продолжаем изучать книгу притчи до яков шатадин молодец яков шатадин начал проводить уроки даже онлайн по недельным главам сразу такая популярность все привет привет значит всем советую посмотреть так талия рафальская и римка не тетенка ботертов ботертов вера перлина так все итак ну что начинаем алекс поделка шалом и начинаем изучать 20 главу продолжаем верни 19 отрывок значит предыдущий отрывок влад косов шалом ботертов предыдущий отрывок у нас закончился на том что много мысли у человека и нужно выбрать одну и ца елена да доброе утро нужно выбрать один совет одно решение чтобы она начала управлять мышлением нужно и установить как бы до поставить основой и потом хитрости разные выдумывать чтобы сделать мелхому чтобы сделать войну и победить в реализации этого своего одного устремления в этом принципе ну суть жизни человека это в чем-то самореализоваться и нужно вначале это что-то себе выбрать и потом тяжелой кропотливой работой ты это что-то начинаешь с помощью именно как война да идет именно такое как сравнение с войной потому что вот эта самореализация она идет война с внутренним врагом вначале то есть ты должен победить свое злое начало которая тебя все время расшатывает чем интересного одних злое начало она ленивая корова и она как бы лежит такое да и ты не можешь просто его поднять а у других вот это злое начало виде такой дикой лошади который вынесет по жизни в разные стороны да то есть непонятно что лучше или быть ленивым и и ничего не делать или же быть диперактивным и попасть в тюрьму то есть непонятно что лучше в этом случае или ленивым лежать дома но в итоге нас сейчас предупреждает царь салмон 19 отрывок какие нас подстерегают на пути самореализации ловушки он нам горит девятнадцатом отрывке голы сот улэх рахиль в или поте сфата в локи тараф вот так вот он говорит нам что это значит значит тот кто открывает тайны и он ходит сплетником еще да и открывающие уста свои с ними не связывайся предупреждает нас царь салмон то есть он говорит так смотри если ты решил двигаться в каком-то направлении ты участвуешь войне за самореализацию туда за свою вот этот вот решение которое ты выбрал ты должен знать что что кому нельзя с тем нельзя связываться нельзя связываться с теми кто открывает тайну вот ты кому-то рассказал я хочу например сделать то-то а он этот человек пошел и сразу всем начал рассказывать он собирается туда сделать и все на того начинают смеяться самого начала кому это надо никому это не надо другой вариант есть который не открывает тайны но он сплетник такой он ходит и всем передает специально о ты знаешь там у значит у это на то намечается значит то то а другой значит услышал что намечается может навредить может и тогда позавидовать но и так далее и есть просто люди которые которые он много говорит а как там известный спирте а вот что тот то марбэбэ дворим тот то много говорит он на приводит тот он приводит грех получается будет ртовший шанна кац получается что человек который хочет реализоваться он с этими тремя категориями людей не должен общаться с теми кто открывает тайны с теми кто сплетник и с теми кто кто просто много болтает не надо с ними общаться а с тем надо общаться мы до этого учили лица и соломонов сказал что бровь я тим якум давар то есть когда есть много советников тогда будет установится вещь то есть нужно идти со своими планами идти к тем людям которые которые называются я их называю эксперты да которые в этой сфере в которой ты поставил цель они в этот в этой сфере они понимают и ты к ним идешь и договариваясь чтобы они тебе чтобы они тебе помогли каким-то образом посоветовали что-то и так далее но делать все равно тебе то есть никакие советы за тебя ничего не сделают мне очень когда-то понравилось выражение что никто не может сделать зарядку за тебя невозможно то есть если ты придешь к обычному человеку и скажешь я хочу делать зарядку он тебе скажет обломайся потому что обычный чек сам зарядку не делает, он в этом не эксперт, так что он тебе скажет, что ты ему рассказываешь про зарядку, он еще будет на тобой смеяться, еще потом всем пойдет и скажет, что зарядку он собрался делать, посмотрите, он скоро обломается, да? Но если ты пойдешь к эксперту, то эксперт тебе скажет, слушай, я тебе советую делать так-то, так-то и так-то, и он тебе даст хотя бы хороший совет, но делать все равно тебе придется, то есть эксперт за тебя не сделает, понятно? Теперь все понятно, да, как работает эта штука? То есть, если ты уже выбрал среди множества мыслей одну и решил ее реализовать, тогда ты должен готовиться к реализации как к войне, готовясь к предстоящим трудностям и советоваться надо только с экспертами, которые в этой войне тоже или участвовали, или победили в ней, или они как минимум разбираются. Все остальные люди, они не на твоей стороне, они обломщики, те люди, которые не достигают цели, не специалисты в этой сфере, с ними даже не надо советоваться, то есть, их ответ как бы понятен. Они тебе скажут, Сеша, ты дурак, все, не делай, скажут они. Понятно, да? Теперь дальше. Дальше нам говорит царь Шломо следующую вещь, он нам говорит двадцатый отрывок, двадцатый отрывок, Миколе льяви веймо и дак неро бэйшон хоших. Он говорит, казалось бы, не связанную с этим вещь, тот, кто проклинает папу и маму, погаснет его свеча, погаснет его свеча, и в темноте он будет и в хошите. То есть, он будет прямо и в темноте, и в темноте. То есть, вообще, он будет в тьме тьмущей, написано. Значит, опять же, без объяснений вообще непонятно, при чем тут проклинающий папу и маму и так далее. Но, если мы сейчас вот копнем чуть глубже в современную психологию, сейчас начались очень популярные эти темы, наладить отношения с родителями, потому что пока ты не наладил своих внутренних взаимоотношений даже с родителями, у тебя не открывается тебе будущее. Это сегодня сейчас, все на эту тему говорят, какие-то там расстановки семейные делают, и так далее. Теперь царь Соломон нам это объяснил давно. Он нам это сказал просто, что тот, кто проклинает папу и маму, его свеча погаснет, и он будет в темноте, в темноте. Но он это сказал коротко, понимающий поймет. А мудрецы нам объяснили, комментаторы, что он имел в виду. Значит, объясняются, есть три объяснения, что значит проклинающий папу и маму, у него свеча погаснет, и он будет в темноте. Первое объяснение такое, что человек, который считает, что этот мир, он место плохое, темное, и в нем незачем жить, да, то есть он видит мир, вот я там разговаривал вчера со своим отцом, да, ему сейчас уже, слава богу, там 8-7 лет, все будет, вот, и он, значит, он волнуется, что будет с ним там через год, через два там и с нами, я говорю, слушай, Павел, я говорю, не могу спать, волнуюсь, я говорю, а что ты волнуешься, вот я как подумаю, представлю, ты же когда-то, и что-то он рассказывает там, что я когда-то говорил, что через год-два, и там он волнуется, что будет через год-два, я говорю, и не может из-за этого спать, я ему говорю, слушай, но если ты уже придумываешь себе, что будет через год-два, придумаешь, что-то хорошее, Но все равно, что ты фантазируешь. Никто же не знает, что будет через год-два. Ты лежишь, значит, и фантазируешь, что будет через год-два. Так фантазирую. Я говорю, я фантазирую только о хорошем. То есть ты вот фантазируешь, что может быть вот так плохо, а я фантазирую, что может быть очень хорошо. Какая фантазия сбудется, непонятно. Но мне в моей фантазии перспективно хорошо сейчас. И я эту фантазию начинаю реализовывать. Тебе в твоей фантазии страшно и плохо сейчас. Зачем фантазировать плохо? Теперь есть люди, тут это общее представление о мире. Один представляет мир как темное место, в котором ничего хорошего нет. Тогда он проклинает папу и маму за то, что они его сюда в этот мир привели. Это первая как бы ступень. Но если я представляю мир как место безнадежное, темное и беспонтовое, понятное дело, что у меня шансов нет в этом мире преуспеть. То есть первое, тот, кто проклинает папу и маму за то, что они его привели в этот мир, ему не нравится так этот мир, так мир для него, что свеча его погаснет, это его душа. И будет он идти в темноту, потому что он сам представляет мир, что это темнота, темнота. Понятно? Второй вариант. Второй вариант это проклинающий папу и маму, свеча его погаснет и он будет в темноте, в темноте. Значит, есть люди, которые, вот они мастера отговорок, я их называю. Мастер отговорок, это когда человек, он, когда у него что-то не получается, он тут же перекладывает ответственность на кого-то другого. Тут же. То есть, значит, он, вот все время он ищет как бы себе оправдание, чтобы я ни в чем не виноват. Нет на мне ответа. Что бы ни произошло, есть объяснение, почему это так. Теперь такие люди, естественно, что если у него что-то не так происходит в жизни, кого легче всего обвинить? Значит, как есть клип вот этот, есть песня на Лабутенах. И она не могла в джинсы влезть, и тут ее мама заходит, и она ей маме говорит, ты зачем меня с такой жопой родила? Ну понятно, да? То есть, ну какая, при чем тут мама? Она тебя родила 25 или 30 лет назад, а то, что ты с такой жопой, это ты жрешь сейчас. Причем маму обвиняют. Теперь тот человек, который проклинает папу и маму за какие-то неприятности свои, то этот человек, у него нет шансов их исправить, эти неприятности. Он не берет ответственность за себя, на свою жизнь. У каждого человека стопроцентно ответственность за все, что с ним происходит, потому что он оценивает, он вспоминает, он планирует, у него есть свобода принятия решений в каждый момент своей жизни. Если у человека что-то не идет, это его ответственность, значит, он так принимает решения, так думает и так переживает свою жизнь внутри себя. Поэтому это второе объяснение, тот, кто за какие-то проблемы свои. То есть, первое, это было полностью, он не хочет в этот мир и их проклинать за то, что привели в мир. Второе, это за то, что у него какие-то проблемы, он их проклинает. Третье, это вступление к следующему отрывку. Он их проклинает для того, чтобы быстрее получить наследство. Он хочет быстрее, чтобы они умерли, чтобы быстрее у них получить наследство. Раньше не было, как сейчас, такая ситуация. Вот сейчас все живут, прям все недовольны. Забывая о том, что раньше, сейчас я вспоминаю, кто же это был. Рокфеллер, самый богатый человек в мире, он все деньги лет, по-моему, до 15 отдавал родителям. То есть, не было же тогда никаких социальных служб. Родители по закону детей кормить не обязаны. Не обязаны. Нет никакого... Что значит, что родился ребенок, а если им самим родителям нечего кушать? То есть, люди раньше были совершенно в другой концепции. Они детей рождали, чтобы дети их кормили. И дети все шли на работу. Ну, я говорю про 90% населения, 99%. То есть, дети это были как маленькие рабы, которых с детства отправляли. Они пахали, как вообще, как папы Карла. В деревнях, везде, никаких там, какая там учеба. Проснулся, джжжж, на работу. С трех лет, там, в три года хотя бы пропалывая что-нибудь. Жуков убивая, там, знаешь. И дальше детей, и били их всех, и все это самое. И дальше их отсылали на заводы. Работали они, и все деньги забирали родители. Все. То есть, даже по Торе, все, что ребенок зарабатывает, принадлежит родителям. Это их деньги. Теперь, вот такой ребенок, он рос, рос, рос. И все принадлежало родителям, отцу. Вообще, даже мать тоже была бесправная. Ну, так весь мир жил. То есть, отец, он держал это все. И дальше отец распределял это наследство между детьми. Все ждали, кому даст наследство, кому не даст наследство, кому двойную дозу, кому не двойную там. Ну, и так далее. То есть, было все очень, очень зависело от наследства. И тот, кто проклинал, чтобы получить наследство, значит, у того свеча погаснет, и он будет в темноте, в темноте. Почему? Потому что та мера, которую человек меряет, меряют ему. То есть, понятно. Если ты хочешь получить что-то за счет несчастья других, тогда ты, в принципе, как бы такую меру создаешь себе в этом мире. Понятно. И следующий отрывок нам объясняет конкретно, как это работает. Очень интересно. Значит, написано так. Это был, значит, получается, 20-й отрывок, а сейчас 21-й. Наследство быстрое, которое идет в начале, в конце нету там благословения. То есть, то, что быстро приходит к человеку, даже если это наследство, ему пришло наследство. То есть, на него упали деньги, да, с неба. Ну, считай, что с неба там, да он это не заработал. Значит, в начале, и когда оно быстро к нему приходит, оно в начале кажется ему хорошо. Опа, денег привалило. Или там люди выигрывают лотерейные билеты. Вы выиграли в лотерею миллионы. А потом смотришь статистику. А из них там 80-90% в первый же год-два все деньги теряют, спиваются и умирают из-за этого. То есть, на них привалило вот это вот богатство, которое их полностью раздавило. Теперь нам объясняет Саак Саламон такую вот основу. Он приводит, ну, когда это объяснение мудрецы объясняют, они говорят так. Итак, первое сказали, там написано в Талмуде, что то, что человеку пришло без его труда, на этом нет благословения. То есть, на этом нет благословения. Мы даже учили в Мишле более крайнюю форму. Написано, что тот, кто ненавидит подарки, будет жить. То есть, то, что тебе пришло без труда, даже в виде подарка, на этом нет благословения, оно тебе, ну, оно создает дисгармонию. Гармоничное это, когда ты поработал, пострадал и потом получил награду. Это гармония. Когда идет, наоборот, ты получил удовольствие, но оно не было до него, перед удовольствием, не было соответствующей равновесной дозы страдания, тогда жди страдания после. То есть, оно как бы всегда идет в пакете, да, в этом мире. Идет в пакете. Есть удовольствие, есть страдания. Причем, интересно, что по уторе написано, кто мудрец? Тот, кто видит родившийся. Тот, кто смотрит вперед. И тот, кто смотрит вперед, он понимает, что от съеденного торта, он смотрит на следующий шаг. Это полкило жира и завтра тяжело вставать. Понятно, да? То есть, он видит последствия вещей. А от тяжелой тренировки последствия, это что? Это, значит, наоборот, минус полкило жира и легко завтра вставать. Теперь, ну, ему кто-то говорит, слушай, давай зарубимся соревнования, давай сейчас там. Тот, кто видит последствия, он понимает, если я сейчас перенапрягусь, это травма. Понятно, да? То есть, чем отличается человек, который мудрец, он смотрит все время на второе последствие, иногда на третье последствие. То есть, он как бы видит вещи в перспективе, куда они ведут. Понятно, да? Теперь, значит, и нам сказали, что быстрое наследство вначале хорошо, а потом нету в нем благословения. Но есть еще более, еще одно красивое объяснение. Значит, оно говорит о том, что когда что-то появляется внезапно, на это очень хорошо, очень сильно действует, на это, на это очень сильно действует айнара, это злой глаз. То есть, есть такое понятие, как злой глаз. Все в этом мире вначале возникает в духовном творении, а потом оно превращается в материальное творение, да? То есть, если у человека мечта, это духовное творение. Потом он начинает делать из нее цель и записывает ее. Это он переводит уже духовное в материальное. Дальше он уже только написал. Дальше он должен действовать, и он начинает видоизменять материальный мир для того, чтобы впихнуть его в свое духовное творение. То есть, по большому счету, духовное творение, оно преобразовывается в материальное через действия человека. Теперь, когда появляется что-то, только появляется, вот поэтому написано, когда ты только придумал идею, ее ты рассказал не тем людям и так далее. Пока духовное творение, оно очень еще шаткое, оно прям такое еле стоит, неустойчивое. И поэтому на него действуют любые негативные влияния, на него очень легко действуют. Включая Айна Рату, что называется злой глаз. Когда человек работал, пахал, кирпич за кирпичиком, и на каждом шаге он выгребал своих 80% страданий, как идет закон Парета, 20% действий приносит 80% результатов. Значит, 80% действий, они приносят всего лишь 20% результатов. То есть, человек, который создал большой результат, если взять этот закон Парета, ну, как бы в больших числах статистика, он 80% действий отпахал впустую. То есть, он страдал, он пахал, то есть, он отстрадал, он выстрадал свой результат. И он построил себе что-то надежное. И смотри на это ты, не смотри на это, не работает. Айна Ра уже здесь, он сбить это не может. Но если человек, какой-то подросток, получил наследство, да, и на него все смотрят, завидуют. А он вообще в это время, он его и так колбасит, он не знает, что делать. Бах, в конце нет благословения. Понятно, да? Все, теперь и... Ну, все, на этом мы давайте, сколько у нас уже прошло времени? Все, 20 минут. На этом мы заканчиваем. Давайте подведем итог как раз в три отрывка. Первый отрывок, что если у тебя есть какая-то идея, не открывай ее никаким сплетникам и так далее. Потому что, потому что они ее расскажут непонятно кому. Второе, будь благодарным, позитивным, оптимистичным и верь, что этот мир, он хорош. И благодари родители. А также, когда ты благодаришь родителей, ты благодаришь Бога, людей и так далее. И ты наполняешь свою жизнь благодарностью. А интересно, здесь вот тоже такое дается понимание. Как бы индусы, они смотрят на мир сквозь личный опыт. Да? То есть, они очень чувствительны. Вот эти все йоди там и так далее. Они сидят целый день, медитируют. И они очень научились осознавать то, что происходит с телом, с мыслями. У них есть такая практика там в Липпасане, например. Они там наблюдают, две недели молчат и наблюдают за своими мыслями. То есть, это насколько человек становится... Обычный человек, я на тренингах спрашиваю, вы, говорю, с собой в голове разговариваете? Ну, все-таки, ну, да, разговариваем. Я говорю, а вы как с собой разговариваете? На я или на ты? Они, не знаю, как ты разговариваешь. Никогда в жизни не задумывался, как я с собой разговариваю. Я говорю, вы задумайтесь. Человек начинает задумываться, он с собой то на я, то на ты. Я говорю, ну, смотри, а если ты в голове себе говоришь, ну, там, стой, остановись. Это кто кому говорит? Он такой, не знаю вообще. Как? У меня в голове есть два, оказывается, человека. Один другому говорит на «ты». Кто это? Кому говорит? Ну, я это я, а ты мне. Кто это мне говорит на «ты» у меня в голове? То есть люди вообще неосознанные вообще. Теперь индусы, они осознанные. Так они что говорят? Они, когда начинают себя осознавать, они говорят, что человек каждый день, он производит своими мыслями, своими действиями и своей энергетикой, он как бы оставляет след за собой. То есть он как бы вырабатывает, как дымок такой, да? Дымок или там, ну, след они называют это, да? Они называют на индийском, там, каком-то из этих, это они называют карма. И эта карма, она каждый день ты в нее закладываешь, закладываешь, она как уплотняется, как есть твой такой слепок твой, да? И теперь они говорят так, что если ты закладываешь этот слепок позитивный все время, да? То есть ты делаешь добрые дела, ты веселый, ты позитивный, ты такой, то ты закладываешь себе вот этот слепок, и у тебя карма хорошая, так они говорят. Как бы мы знаем, что это не просто само по себе карма, то есть мы знаем, что человек делает действия, а на небе Бог, который построил всю систему, он хозяин этой системы, не лично он, а у него есть, он создал систему, которая работает полностью под его контролем, и на каждое действие человека есть отдача. То есть это не противоречит, то есть они это называют карма, а мы говорим, что это мера, что человек меряет, меряют ему с неба. То есть у нас просто есть, мы знаем, как работает тот механизм, который реагирует на карму. Они отследили только то, именно отследили, что есть у человека последствия всех его мыслей, действий и поступков, да? Так теперь, отсюда понятно, что тот, кто проклинает папу и маму, тот, кто плохо думает о будущем в принципе, какую он себе карму создает? Плохую. Мало этого, у нас-то идет, если мы-то знаем, что есть тот, кто отвечает на это все, это Бог, так мало этого, тут же есть логика такая, если я думаю, что Бог хозяин мира, который весь мир для меня создал, весь мир обеспечивает, и если я про него плохо думаю, что он мне хочет плохо, так это уже преступление. Быть пессимистом, это преступление вообще, да? То есть не верить, что Бог мне хочет хорошее, это с какой радости? Бог обеспечивал от Адам Решона, от первого человека, все поколения передо мной. Он давал жизнь в страшном мире, в мире, в котором были эпидемии, болезни, войны, все. И он всех моих предков спасал, чтобы я ему сейчас сказал, ты знаешь, а я боюсь, ты меня не любишь. Так что значит, ну, это красиво, это некрасиво? То есть нужна благодарность, благодарность родителям, нужна благодарность. И вот когда человек становится вот такой благодарный, счастливый, он наполняется, в этот момент, бах, его начинают переть. Понятно, да? Все, сделайте три вывода, пожалуйста, своих личных три вывода, это раз. Обязательно три вывода, зафиксируйте свои идеи, свое понимание. Это очень важно. Напишите в комментарии, поделитесь, почитайте комментарии других людей. Второе, это давайте усиливать влияние портала Воикра, то есть делиться теми уроками, которые вам понравились, теми статьями, которые вам понравились, приглашать людей на страницу в Фейсбуке и на портал. И давайте действительно, Ханука нам доказывает, что из одной свечи может разгореться вообще свет такой огромный. И что нет невозможного, нужно только верить в чудеса, нужно знать, какое чудо ты конкретно хочешь получить, потому что чудеса, они есть и так, а ты какое-то конкретное чудо для себя попроси. И надо действовать для его достижения. Все, удачи, успехов. Жду ваши выводы. Пока.